Миссионер Джейн Поэтому давайте еще немного похардкорим, зарабатывая достижения в этой серии, а в следующей уже будем просто играть на ранг С, так как чтобы на 100% пройти режим рейд, нам нужен ранг С на всех локациях и от этого мне сбежать все-таки не удастся, раз уж взялась. Все, мы получили старый ключ, давайте продолжать. Я терпеть не могу это место, потому что здесь под водой прячется всякая, ну, всякая тварь, всякая неприятная такая штука, которая очень легко нападает из-под тишка. А так как я здесь продолжаю зарабатывать достижения, мне совершенно это не нужно. Играю здесь я уже второй раз. Это моя вторая попытка. Я сейчас покажу, где я попалась. Ну иди сюда или плыви сюда уже что-нибудь сделай. Дилетанты. Вот здесь я попалась. Пожалуйста, Джилл, беги, 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 оу! Тихо, 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 тихо! Мы должны через это пройти, как бы там ни было. Это серьезное испытание. Нужно прорваться к тому углу. Давайте, подплывайте все сюда. Я не хочу играть здесь в третий раз, давайте. Налетайте, ну налетайте! У меня кончились шоковые гранаты, или как они там называются. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Лишь бы сзади сейчас не появились еще. А-а-а-а! О, нет-нет-нет-нет-нет-нет, они наступают! Кажется, вот этот вот последний остался, и вот он как раз со значком короны. Или что это за значок такой? Кажется, теперь все чисто. Фух, продолжаем обследовать локацию. Но постараюсь больше не попадаться. Хотя ничего не обещаю. Но вообще, по идее, здесь действие напоминает сюжетную линию. Бегать такими же кругами нужно. Насколько я вижу. Там, где поток пара был, в ту комнатку, где мы нашли шестеренку в сюжетной линии, там тоже лежали какие-то детали. Значит, нам точно такой же путь придется проделать. Жеребий, что ли, бросить какое оружие выбрать. Вот какое оружие эффективнее против этих рыб, когда они в воде. Так, надо сохранять спокойствие. Со значком. Ах, ты ж неприятная штука. Откуда ты только берешься? Ах, ты ж могла лишить меня достижения. Я такого счастья не хочу, извини. Либо ты, либо я. Выбор невелик. Ну все, теперь можно вернуться и открыть эту странную дверь. Ооо, какой здоровяк. Здоровый, а ума не нажил. Да, там больше его нет. Все, уходим, уходим. Никто не появился? Вроде бы нет. Никто не окажет нам честь своим присутствием. Вот здесь дверь постоянно закрыта, да? Аааа, точно! Я вспомнила, откуда она ведет. Здесь же мы постоянно всплывали, чтобы подышать, когда уже вся зона была затоплена. Я все думаю, мы же так в эту дверь не вошли. Оказывается, мы в нее вплывали. Осталось повернуть только один рычаг. Сейчас мы как раз таки это и сделаем. Какая унылая музыка. Она меня раздражает, потому что одна и та же нота постоянно повторяется. Здесь нужна какая-нибудь энергичная. Какой-нибудь хард-рок. Все, шестеренку мы получили. Ааа, еще поток пара надо остановить. Все? Всего три поворота? Я в тишину не верю. Ааа, и правильно делаю. Надо как-нибудь выцепить еще дополнительный ящик для патронов, чтобы еще больше запаса помещалось в наш дипломат. Я его в магазине покупаю, но почему-то он... Вот в тот раз, когда я купила ящик для патронов и больше не появлялось. Так, стоп. Стоп. Откуда пойдут сейчас? Я должна быть готова. Должна быть готова ко всему! Особенно к этому. Но как ко всему этому можно быть готовой, я не знаю. Спряталась. Какая живучая! Я слышала здесь еще этот... здоровый такой. Да, вот он. Я его оставлять не намерена. И вообще не намерена оставлять никаких врагов. Поэтому вместо того, чтобы пройти легким путем по верху, я пройду здесь. По этой дорожке и уничтожу всех появившихся врагов. Я уверена, что они появились. Ой-ой-ой! Воу! Ты куда, дорогая? Ну просто, когда бежишь обходным путем, всегда реально схватить какое-нибудь достижение. А в этом режиме, как я поняла, приходится постоянно по нескольку раз обследовать локации. Да что же она такая живучая? По-моему, фиолетовый знак это ускоренка, да? Ускоренка и повышенная жизненная сила. Правильно сделали, что прошли здесь. Ну и что нам даст эта шестеренка? Эмблем. А, нет. Ключ для перезапуска. В итоге мы должны так же, как и в сюжетной линии перезапустить. Понятно. Тихо-тихо-тихо. Порядок. Давай, иди ко мне, дорогой. А я уже научилась стрелять из-за этого режима. Первое время очень часто промахивала, сама знаю. Чем дальше, тем сложнее, приходится повышать свои навыки. Но еще не сразу получается сыграть вообще на отлично, потому что еще нужно привыкнуть к управлению и все такое. Желательно бы мне в ту сторону пока сейчас не идти. Вдруг там тоже нас кто-то... А, нет. Здесь никого нет. Все в порядке, можно перезапускать эту штуку. Еее! Ха! Это было безукоризненно. Но кто бы мог подумать. Вот только я думаю, убили мы всех врагов или нет. Вот это вот меня волнует сейчас. Но это естественно. Да! Мы всех врагов победили. Неуязвимость. И сейчас будет троица. О, еее! Поехали дальше. Я готов. Вы наверное заметили, что разрешение картинки немного изменилось. Но мне пришлось запустить оконный режим. Не обращаем внимания. Продолжаем играть. Здесь я опять же во второй раз. Наверное это скоро станет моей любимой цифрой. Но я хочу достижения. Вот именно в этой серии я последний раз собираю все достижения так настойчиво. Потом мы расслабимся и будем проходить рейд вслепую. Договорились? Ха! Два автомата всегда выручают. Как показала практика здесь много хантеров. Пожелайте мне удачи. Она мне сейчас сильно пригодится. Ух! Поехали! 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 Милое создание! Не правда ли? Вот где вот они спрашиваются? Я не нанималась еще за вами следить. Блин. Кончились? О боже. Так все в порядке? Бегите к ловушке, мои дорогие собачки. О нет! О нет! О нет! Нет! Там что, коротышка? А, нет, мне показалось. Интересно, а если они воют, прибегает еще больше врагов? Так, мне надо их как-то отвлечь. У меня постоянно кончаются патроны в автомате. Я терпеть не могу эту перезарядку. Вот бы мне сейчас такой апгрейд приобрести, чтобы не приходилось перезаряжаться. Вообще было бы шикарно. Кстати, в режиме истории я же такой апгрейд уже получила. Но ни разу его не пробовала. Ой, они воют! Сейчас еще горячее будет, я чувствую. Да для чего я биоловушку бросила? Чтобы никого не зацепила? Хантеры! Джилл, ноги мои ноги! Можешь бежать еще быстрее? Кто там? Я не вижу. Шпингалет! Шпингалетик! Это что же за чудовище такое? Все? Ух! Ну я бы не сказала, что это было очень горячо. Достаточно быстро мы справились. Ну давайте немножечко пособираем припасы. Чтоб потом проблем не возникло. Все равно здесь уже никаких... О! Опа! Шпингалетик! Ты откуда взялась, дорогая? Я думала, все! Вот, пожалуйста, разбили бы сейчас эту эмблему и упустили бы достижение убить всех врагов. А это не честно, между прочим. Я эту победу заслужила. Это было безукоризненно. Спасибо, Джилл. Эска. Гуд, гуд, гуд. Все отлично. И бонус троицы. Отлично. Да, я почти готова. Первое прохождение. Отсчет начинается. Теперь жду того самого заветного зверька, который заставит меня перепроходить этот уровень. Но надеюсь, что не придется. И надеюсь каждый раз. Однако надежды не всегда оправдываются. Но ладно. Так как уровень называется Королева Семирамида, значит все здесь должно быть приблизительно так же, как... Тогда, когда Крис и Джессика обследовали Семирамиду. Так что основываясь на прошлом опыте, попробуем пройти этот уровень с первого раза. Здесь мне только удача поможет. Так, порядок. Фух, порядок. Ползет. Нет, ну реально, вот откуда они берутся? О, там на заднем плане еще кто-то идет. Давай, поскорей, заканчивайся. У меня времени совсем нет. Сейчас эти существа подойдут. А, у него рядом шарик. Хорошо его разносит каждый раз. Так, здесь самое главное не упустить ни одного врага. Я хочу вон устроиться. Как долго, а? Ну, по крайней мере, рейд научил меня кое-чему важному. Чтобы нанести удар, нужно отстрелить две руки монстру. Что странно, когда мы играли в Resident Evil 4, мы стреляли в голову или в ноги ганада. Но это не ганада. Это совершенно другие существа. И бороться с ними надо совершенно иначе. Ну, если вернуться назад, когда я впервые включила эту игру и увидела эту тварь. С синей кожей и обвисшим телом. Я подумала, что это вообще за штука такая? Ее вообще убить реально? Оказалось реально. Мысленно я хотела, чтобы по игре их встречалось... Чтобы в игре они встречались раза два, три, не больше. Так, там наверху никого нет. Но теперь я привыкла к этим монстрам. Привыкла. Они стали мне чем-то родным. Шучу. Таким чудовищам невозможно привыкнуть. Вот сейчас я стреляю в этого вот монстра и думаю... Да, я умею думать. Я думаю насчет того, как бы в меня не выстрелил вон тот, что наверху. Надо его снять. Так там еще один? Нет. Вот эти самые опасные, кстати. Ну, когда дело касается чистого прохождения. Весь кайф обламывают каждый раз. Один выстрел упустишь и все. Прощай достижения, переигрывай заново. Миссионер. Иди сюда. Смотри на меня. Вот этого, кстати, по-моему ударить нельзя. Я уж сколько раз пыталась. Все чисто, кажется. Можно продолжать. О! Как хорошо, что я вернулась. Не обманывайся ключами называется. Если дали ключ, не значит, что все враги уничтожены. Нет, существо, конечно, милое. Но противное. Интересно, как долго мы здесь еще бегать будем? Где конец уровня? А, лишь бы... Лишь бы, лишь бы с какой-либо из сторон они не прятались. Потому что я, как только дверь открываю, бегу в какую-нибудь слепую зону. Надеюсь, что повезет. Это, конечно, не осмотрительно, но чаще всего работает. Поэтому я терпеть не могу входить в двери. Потому что там, за дверью, полная неизвестность. Так, здесь, кажется, тоже все. Бежим дальше. Ясно, что нам придется пройти через зал. Потому что здесь эмблемы BSAA я не вижу. Значит, мы еще не победили. Кстати, в оконном режиме лагает чуть меньше. Это хорошо. Сейчас я посмотрю. Обычно наверху лежат патроны. Так, заведено. Если их здесь не будет, то... А, да, точно. Ох уж эти общие правила для игр. Так, по сценарию королевы Семирамиды мы должны были пойти в казино, насколько я помню. Так что идти, соответственно, надо в казино. Сейчас, наверное, бензопильщики там будут. Два. Ну, по истории же было два. Ох, не нравится мне это, дорогие мои уважаемые зрители. Ох, не нравится. Один бензопильщик это нехорошо. А два еще хуже. Отстреляю его отсюда, нет? Как тяжело прицелиться мышкой. Хотя, о чем я говорю, джойстиком еще сложнее. Где бензопильщик? Вижу, что он колотит дверь. Бензопилу свою сломаешь. Или что это там у тебя? Подобие бензопилы. Не, ну ты полегче. Люди старались, этот корабль строили, а ты его ломаешь. Ты знаешь, сколько денег ушло на строительство этого корабля? Вот и я не знаю. Ну, блин, если так вот рассудить, то это же немалая сумма выходит. Неужели вообще такие деньги в мире существует, чтобы хватило на такое здание внутри судна? У меня слов нет. Ой, что-то мы отвлеклись. А у нас здесь между тем враги появляются и появляются. Наверное, бензопильщик не появится до тех пор, пока мы всех врагов не перебьем. Бензопильщик или два? Уже слышу. Ну, я готова. А, здесь один. Нас все-таки пожалели и дали нам только одного бензопильщика. Кстати, я когда первый раз играла, он меня хорошенько так приложил. Схватил вот этим своим подобием рта и разрезал джил в живот. Это ужасно. Не попадайтесь, как я это сделала в первый раз. Что, еще один? О, точно. Точно, точно, точно. Хватит плеваться, ты что делаешь? Подумай немного обо мне, я ведь живой человек. У меня тоже есть свои страхи, чувства и эмоции. Ты же говорил, что ты человек. Ты меня должен понять. Ну, ладно, раз не хочешь, давай поговорим, как мужчина с мужчиной. Так, где-то открылась эмблема без... Эй, эй. Эй, 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 эй. Там, на земле. Эмблема-то, наверное, и появилась, но еще плюс ко всему появились враги. Ну, пока я их не перебью, я никуда не пойду. Таково правило. Воу! Воу! Одну минуту. Полегче, приятель. Слушай, у меня для тебя ничего нет. А лично я невкусная. Я просто шутила все это время. Ну, давай, оторвемся. Еее. Красавчик. Да, с патронами у нас, конечно, беда. Но, по-моему, здесь уже никого нет. Никто появляться не будет. О! Спецдетали. Круто! Так где выход из уровня-то? А вот и он! Это было безукоризненно. Ну, еще бы! Ну, если честно, я удивлена. С первого раза... Мне просто повезло. Да, бывает, везет и мне. Ю-ху! Дальше поехали. Я готова. Я готова уже в пятый раз. Представляете? В пятый раз я готова. Задача усложняется и усложняется. Каждый раз. С каждым уровнем нам становится все сложнее дышать. Мало того, что я должна здесь всех... Всех вот этих перебить. Здесь есть еще кое-кто, кто доставит нам неприятности. Помните, кто здесь был во время режима истории? Что ж ты такой живучий-то, а? Вы меня достали. Вы меня реально достали уже. Ну, пять раз одно и то же место проходить. Вы, ребята, издеваетесь. Сейчас я должна включить режим предельной осторожности. Ну, как можно быть и быстрым, и осторожным одновременно? Да что ж, я мазила такая! И это они крутятся. Стой ровно! Еще и этот... Побегунчик. Отстреливай ему руку, Джейл! Чтоб знал! О, нет! О, господи! Шестой раз я не буду. Извиняйте. Хотя, куда я денусь? Если сейчас получу урон, придется и в шестой раз. Я намерена еще зарабатывать достижения в этой серии. Раз я так сказала, значит так будет. Стрелок! Видите? Там, справа. Нужно побыстрее раз... Что? Два стрелка! Я тебя помню. Ты меня раза два ранил. Из тех четырех. Я тебе больше этого не позволю. Знаешь? Мы имеем свойство учиться на своих ошибках. Ха! Я не буду тебе подсказывать, как лучше в меня попасть. Я с врагами не разговариваю. Так как я уже устала здесь бегать. Меньше слов, больше дела. Да, ситуация не из легких. О, господи! Ха! Ха-ха-ха! Давай, наступай! Еще ближе подойди, чтобы мне было проще в тебя попасть! Кажется, это стрелок. Но отсюда я до него достреляться не могу. Слишком далеко. А он еще и со значком. А он еще и со значком. Ну что ж, поздравляю тебя, Джилл. Мы снова в той еще ситуации. И нам приходит... Придется из нее выходить. Хочешь ты этого или нет? Еще один стрелок! Еще один стрелок со значком! Мир меня за мазохиста принимает! О, господи! Сколько ж тебе надо? Надо уйти. Уйти в сторону. А вдруг сейчас сзади опять полезут эти враги? Это не все. Я не верю, что это все. Этого быть не может. Я так и думала. Я, блин, так и думала, что еще не все. Ну, кто следующий? Кто еще перехватить хочет? Эмблемы нет, значит вы еще будете лезть? А, понятно, теперь с тобой все. Это снова ты, мой дорогой друг? Ну иди ко мне. Иди ко мне, я тебе объясню, как надо со мной разговаривать. Что ты вякаешь? Иди сюда, говорю. Ты меня два раза ранил? Теперь пора платить тебе. Только я тебя уже не раню. Я тебя прикончу. Иди сюда. Я игрок азартный. Кстати, вы не знали? Если есть такой уровень, где я постоянно проигрываю, я буду играть до тех пор, пока не выиграю. Мы выиграли, представляете? Спустя четыре неудачных попытки. Это случилось. Это великое достижение. Оно свершилось. Мы живы еще и невредимы. Есть! Ух! Есть! Ну что? Дальше пойдем или будем наслаждаться победой? Несомненно. Несомненно. Откланиваюсь, господа. Откланиваюсь и продолжаю. У меня уже азарт в глазах горит. Я намерена пройти все эти уровни на ранг С. Даже если кое-где не удастся схватить достижение, я все равно пройду все эти уровни на ранг С. Я сказала. Поехали дальше. Ну я думаю, вы понимаете, что это все означает. Сейчас пойдет обратный отчет, сто процентов. Точно! Пошел обратный отчет, я так и думала. Как будто у нас мало проблем было. Ну ладно. Давайте уж доберемся до этой диспетчерской. Ай, ну вот не раньше, не позже надо было взорваться. Времени здесь, кстати, дают больше, как я посмотрю. Подбегай. Поговорим. А, еще оказывается, здесь у оружия дальность есть. Сильно далеко пуля не доходит. Там, где у нас апгрейды устанавливается, я видела останавливающие действия пули. Значит, да, действительно, здесь дальность выстрелов также влияет и на силу удара, и... Ну все. Мне все предельно ясно теперь стало. Что ж ты за штука-то за такая? Сколько ни стреляй, все живет и живет. В каждом уровне появляется. Вот в каждом. Поехали. Сейчас у нас будет время и перезарядиться, и помечтать. Что-то у меня паника. А взяла ли я с собой магнум? Сейчас проверю. Даже если не взяла, придется выкручиваться. Ну давай, Лив, дорогой, уже, ну время идет же! Ай. Как он долго едет, у меня уже аж руки трясутся. О! Привет, Рэйчел. Как у тебя дела? Многое изменилось за время моего отсутствия. Джил. Прошу, побыстрее можешь? Какая живучая тетя, а? Нет, мне ее, конечно, жалко на самом-то деле. Что она превратилась вот в это? Ну до чего же этот монстр надоедливый? И я, как назло, мажу. А время между тем идет. Ну, Рэйчел! Еее! Хотя она успела меня немножечко достать. Здесь пока еще зона не затопленная, да? Да, зона пока не затоплена. Ух ты! Хорошая награда! Кстати, я вам сейчас скажу одну вещь. И вы скажете, ну, зачем ты так поступила, миссионер? Ну, нельзя аж так делать. Представьте, когда я закончила режим истории. У меня около миллиона было. Очков сражения. Я пол-ляма просто потратила в никуда. На всякую ерунду. А теперь мне не хватает денег на апгрейды. Вот ведь в чем обидка-то. Ты-то откуда там взялся? Коротышка! Еще один коротышка. У меня слова кончились. Они со всех сторон атакуют. Надо залезть наверх и посмотреть. Наверху не появились? Нет, вроде наверху никого нет. А тот, который есть, он уже забрался на ящики. Ничего, сейчас я его обстреляю. Сейчас установим справедливость. Как это я про тебя забыла? Да ему урон вообще не приносится. Только в голову стрелять. И то еле-еле. Ты надоедливый, как эта рыба-ёжик. Или кем бы она там ни была. А у нас между тем 5 с половиной минут остаётся. Вспоминая сюжетную линию, сейчас нас будет атаковать бензопильчик. Поэтому давайте немножечко расчистим путь. Чтобы не возникло никаких дополнительных проблем. Этого лучше сразу убрать. Он ещё и коротышка. А это означает только одно. Он слишком быстрый. Да, вы решили, наверное, надо мной поиздеваться. Ну просто потому, что нельзя так обращаться с живым человеком, как вы обращаетесь со мной. Ну проявите немного сострадания, ну реально. Ну он и прёт, как я не знаю кто. Что, всё? Это было прямое попадание в этого человечка у него на плече. И осталось ещё 4 минуты. Как думаете, успеем добраться за 4 минуты-то? Как по мне, так это... Нам осталось-то бежать, нет ничего. Надо спрятаться. Надо спрятаться. От греха подальше. Коротышка! Спокойно выходим из-за угла. Идём. Нормально. Всё у нас нормально. Всё у нас в порядке. Только бы не дать себя атаковать. Ни в коем случае. У меня здесь ещё одно препятствие. Не скажу, какое. Кажется, это всё, да? Это было безукоризненно. Да кто бы сомневался, Джилл. Вот никто не сомневается. Да, и на этот раз мы схватили все бонусы. Не знаю, как долго я ещё протяну. С этими бонусами задача усложняется и усложняется и усложняется. Да, я готова. Уже 14 этап. Кто бы мог подумать. А всего их 20. Учитывая то, что эти 20 этапов нам ещё придётся повторить на более высоком уровне сложности. После прохождения этих этапов открывается ещё один. Так что давайте уж поднажмём и расправимся уже с этим 14 этапом. Ну давай, давай, рыбка. Не так уж много тебе осталось. Что там по времени? Ладно, не важно. Я, кстати, здесь уже второй раз играю, потому что в первый раз у меня возникла интересная дилемма. А можно ли убить вот эту штуку, которая сейчас за мной плывёт? Джилл, плыви! Ой, извиняюсь, не выдержала. Джилл, в такие моменты надо включать ускорёнку. Хорошо, что здесь никто не плавает. Так вот я думала, а считается ли вот эта штука за врага? Можно ли её как-то убить? Я уж и пробовала и нож доставать, и гранату бросать. Нет, эти штуки под водой не убиваются. Надеюсь, что... в конце они засчитываться не будут. Убить её просто нереально. По крайней мере, положусь на то, что на бонус геноцида это не повлияет. А вот теперь начинается основная... А! Мозгодробилка! Надо спрятаться вот в этой будочке. Тут, понимаете ли, по мне стреляют. Кто стреля... А, вот кто стреляет. Вот кто у нас там такой плохой, нехороший. Вроде бы и 12-го уровня враги, а вроде бы как-то чересчур сильные. Я просто не рискну выходить из этой будки. Но в то же время мне надо следить, чтобы сзади никто не подкрался. Вот об этом вот я и говорю. Надо почаще оборачиваться. Что же у меня пистолет-то такой слабый, а? Как можно заработать ранг С и достижения одновременно? Ума не приложу, хотя сейчас это делаю. Нет, знаете, я, наверное, ещё пару уровней продержусь, и с меня уже будет довольна. Уже буду включать реальный уровень, который у меня сейчас есть, и нерекомендуемый. Потому что не могу тратить вечера на заработок всех бонусов достижений одновременно с рангом С. Это мазохизм. Чистой воды. Давай. Джилл, кто из нас плохо стреляет, ты или я? И не знаешь, кого обвинять. Ну почему у этих существ, как у Ганады, голова не отлетает? Как бы они упростили мне жизнь? Надеюсь, что нас сейчас никто не подстрелит. Да откуда же вы лезете-то? Я думала, уже всё. Можно расслабиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Успокойся, приятель. Всё не так плохо, как тебе может показаться. Все наши недомолвки можно разрешить спокойными переговорами. Но походу они договариваться не хотят. Ну ладно. Не хотите, как хотите. Раз я стреляю здесь постоянно из пистолета, лучше бы я взяла другой костюм. Джилл. Я имею в виду. Джилл в костюме БСА и лучше владеет пистолетом. Но чуть хуже автоматом. Путаюсь я с этими костюмами, ну... Просто порой, ведь не знаешь, какие враги тебе достанутся. Так что на всякий случай выбираю этот. Судя по всему, сейчас нам надо плыть. Опять лезть в воду. Я, конечно, люблю плавать. Обожаю воду. Но здесь мне что-то не доставляет большого удовольствия. Это плавание. Здесь в воде всякая ерунда водится. Я когда была поменьше, я всегда вместе с персонажем дыхание задерживала. Ух, нам 100% сюда. Так, к гадалке не ходи. Как долго открываются двери. Эх, прям как в холле. Дайте угадаю, здесь будет рыбка. Уоу! Надо же! Я уже начинаю предугадывать события. Во мне проснулся и сновидящий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо бежать. Сейчас перезаряжусь и вернусь. Это далеко не все. Где ты? Где ты? Попрыгунчик. как мы в детстве эти мячики называли которые от пола отпрыгивали уже не помню лизуны что ли нет резиденты был полностью переворошил все понятия моей голове сейчас при слове лизун я думаю ну фанаты резидента его знают о чем давай подойди ближе ну подойди ближе ну открывай морду я тебе объясню как надо вести себя омерзительная тварь а там еще и не просто скармельоны идет оскар миллионы ускоренная я что-то кстати не знаю есть какие-нибудь гранаты которые гораздо эффективнее чем светошумовые против скармельоны какие гранаты эффективны против них они еще и прыгают прекрасно просто восхитительно их здесь столько же сколько и было когда я на харде играла ты псих ненормальный нет нет спасибо я рисковать не собираюсь джиллу ну можно же как-то аккуратнее стрелять хотя кому я говорю сама же и управляю джилл все винтовку в руки поехали но но чего ты ждешь наслаждайся все хватит с тобой церемониться с меня довольно скармельоны сейчас мы с тобой поговорим по-мужски чё ты трус до трус до закрываешься кажется задание пройдено хотя я думала мне еще на лифте придется ехать в тот самый коридор нет похоже на этом реально все давайте уже насладимся моментом победы это было безукоризненно ну что там у нас кстати по времени наверное уже на час на играли наверное будем заканчивать серию продолжать уже будем следующий раз главное что мы здесь получили бонус строится это самое главное на первых порах ладно тогда уж продолжать будем следующие серии наш поход в режим рейд а пока спасибо всем за внимание за просмотр с вами была миссионер джейн подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии посетите мои творческие страницы в контакте и на youtube ссылки найдете под видео или в шапке канала еще раз спасибо всем огромное за внимание и до новых скорых встреч друзья друзья и и и и и и